сегодня у нас пятница sense god friday день венеры и у меня прямо на экране монитора замечательно красивая женщина потому что по пятницам других у нас не бывает на экранах мониторах и в студиях ну и программа у нас можно сказать женская женская имеется ввиду мы продолжаем нашу тему которую мы начали с прошлый раз с психологом вероника рудагины и эта тема взаимоотношений взаимоотношений между им ей то есть он и она мужчина женщина муж жена ну и мы разбирали прошлой программе о том что существуют разные виды обществ существует был патриархат был матриархат а сегодня мы пришли к бир хату я правильно излагаю вероника здравствуйте ну да верно всем добрый вечер мы действительно в прошлый раз на этом остановились о том что есть такая тенденция мировая больше меньше где-то но в целом можно отметить да что социальное устройство стремится к таким бир хатным отношениям верно и как часто скажите вы сталкиваетесь с такими биорохатными просите отношениями и не напрягает ли вас ваши клиенты я не знаю как вы им сочувствуете вы их успокаиваете или вы совершенно как-то так это независимы в своих суждениях когда вы свою точку зрения излагаете успокаиваю ли я их ну они к вам приходят с какими-то вопросами скажем он говорит она ну и награжая его особым эпитетом он не соответствует скажем тому чему ему надо соответствовать как вы с этим справляетесь в чем проблема как вы видите в нем или в ней конечно очень сильно будет различаться придет ли на психологу да скажем так ли на тропию пара или это придет ли один человек который будет говорить о своем партнере это будет совершенно разное качество беседы скажем так но что я думаю о молодых семьях и которые сейчас как-то устраиваются отношения мне как психолог очень интересно и мне кажется что очень много энергии в семьях которые вот как-то строят сейчас свой уклад потому что я полагаю что по крайней мере в большинство из них имеют такой опыт очень недавний да когда отношения изначально складывались так как полагалось в традициях этой семьи или двум семьям да вот как бы семья мужа и семье жены вот в их браке нужно было как-то да вот уравновесить сложить какие-то отношения обычно пользовались там каким-то понятными дорожками похожими что ли мне кажется что вот в молодых браках сейчас очень много стоит вопросов которые семья пытается решить вместе как-то заново и как-то по-другому и в этом не то чтобы протест да что вот не хочу чтобы у меня было там как у меня в семье или хочу там в точности это повторить а скорее некая такая новая реальность новая необходимость социальные условия настолько изменились появилось столько дополнительных вводных что ли данных что их приходится учитывать и соответственно отношения уже строят как совершенно иначе вот связи с открытым очень информационным пространством которое появилось это который ну точно раньше не было да да в таком доступе там то чтобы за интернет мировая сеть мировая паутина возможно очень быстро связываться друг с другом практически отсутствие времени на раздумья на подумать так что если раньше например режим письма буквального письма до сообщениям в наших отношениях он давал мне ну может быть неделю пока письма дойдет некоторых размышлений сейчас у нас такой возможности нет там реагируем на все очень быстро ну и конечно не что как отношения партнерские отношения интимные отношения личные до отношения ничто другое наверное так не актуализирует наши какие-то качества характера наши желания потребности искусство выстраивать отношения с другим человеком да это такое самое заряженное поле вот так что у меня будет ли как вы спросили вопрос вне или вопрос в нем я думаю что здесь сложно ответить категорично ну хорошо давайте перефразирую дело в том что я читаю отзывы наших дорогих радиослушателей которые они оставляют на социальных сетях в первую очередь это кстати тройное w sun gates radio.com sun gates radio.com это наш skype который называется sun gates солнечный оборот на конце буквы с 1 0 8 sun gates 1 0 8 это facebook ну и это youtube ну на всякий случай я хотел бы сообщить скажем свою позицию вообще так говоря вот мы сейчас с вами вероника находимся во первых на разных полюсах то есть я как бы здесь в чикаго а вы где там в москве это первое второе я рассуждаю с точки зрения себя скажем скажем как вида мужчина а вы женщина я не психолог ну будем говорить не лицензированный психолог а вы лицензированный психолог то есть у нас с вами диаметрально противоположные точки зрения и самое главное я еще и ведущий то есть если я ведущий то я как бы выбираю тему программы согласовываем эту тему с вами в данном случае и мы функционируем но как ведущий я полагаю я не могу выражать свою точку я могу если меня спросит конечно выражать свою точку зрения но я стараюсь быть нейтральным поэтому я вполне осознаю о том что меня может как то я читал там сплючит расплючит и распереть что в общем то на самом деле не бывает со мной я совершенно еще раз повторяю нейтральный но я вам сейчас буду задавать вопросы и рискуя вызвать на себя гнев аудитории которая будет это читать и слушать сейчас я буду говорить вещи к совершенно кощунственное с точки времени вида женского рода женского смотрите я недавно слушал в интернете опять же у нас средства информации сейчас много и вот приводил пример один мужчина кстати достаточно очень достаточно реализованный и очень популярный в определенных кругах человек и он говорил вот приводил пример женщина создана для мужчины а не наоборот как многие сегодня полагают феминистки там к примеру да то есть и привод пример ну вот смотрите первый человек на земле в соответствии конечно с библией был адам а вот ева была создана из его ребра правильно в соответствии с библией поэтому кстати я другую передачу слушал поэтому как бы у мужчин на одно ребро должно быть меньше все таки из его ребра создана женщина но она создана из него как вы согласны с этим утверждением что женщина создана для мужчины а не наоборот ну вы знаете если мы к такому библейскому источнику обратимся хотя я думаю что источников достаточно много то библия как раз говорится о том что изначально первой женщиной была лилит которая была крылата которая обладала таким достаточно как я понимаю своенравным характером и у которой отношения с адамом не сложились по причине того что собственно говоря они спорили кто будет главным и не смогли договориться но это было уже потом и лилит его покинула но это уже было потом нет нет это было сначала после чего после чего был создан кто после чего как появилась лилит после чего да вот появилась ева которая действительно была из-за ребра адама так как не дамы чай но с точки зрения мне сложно утверждать ну давайте мы в библию я прошу прощения оставим может быть это просто так мы реферал библии там просто упомянули как сегодня происходит вы согласны о том что женщина она стала как-то больше так скажем права свои вот обе существует у всех существует каждого человека существует и права и обязанности но как-то права больше начинают сегодня превалирует то есть мы имеем право на ну и пошли и пошли и пошли то есть мы забываем о своих обязанностях ну и вот в древности если все таки еще до того как было написано ну в соответствии скажем там физическими знаниями ну в общем то мужчина он добытчик он глава семьи и так это же мы знаем а женщина она мать она хранительница очага и скажем вот мы же говорим женщина выходит за муж то есть она за мужем она же не выходит она же не перед мужем а сегодня как-то наоборот вот как вы к этому относитесь равноправие которое сегодня уже не равноправие даже с одной стороны я не могу сказать что у меня есть какое-то противоречие с устройством брака замужем она или ваше отношение просто нейтральное да вы знаете вот такую тему затронула мне достаточно симпатично мне сейчас сложно сослаться на кого именно но вот недавно я читала размышления одного психолога поэтому по сути это будет цитата хотя с другой стороны она так веет в воздухе да про то что женщине приходится вернее у нее есть эта необходимость потому что несмотря на то что эти роли действительно есть очень комфортные где мужчина это вот там некий какой такой закон некая такая движущая сила а женщина хранитель воспитывающий детей но тем не менее вот сколько существует идея да столько внутри существует много разных сложностей разногласий почему-то с такими простыми ролями внутренними да найти какую-то внутреннюю гармонию и вот у меня был очень любопытный взгляд я повторюсь что к сожалению не могу сослаться я в данный момент не помню точно имени но мне очень понравилось размышления о том что такой архетипический образ лилит и ева это по сути то что современные женщины пытаются внутри себя уравновесить лилит та которая своенравная которая любит свободу которая сложно было договориться с адамом да которая каким-то своим таким дерзким характером который не променяет свою свободу ни на что и ева которая домашняя заботливая которая сделана из его части буквально тело да вот адам дал ей жизнь она вот родилась посредством него которая ухаживающая которая думающая об очаге да которая думает о детях и вот эти две силы или две роли если так можно сказать да очень тяжело совместить да и это действительно наверное внутренне женская работа найти вот это гармоничное соприкосновение между двумя этими если так можно сказать персонажами из которых наверное да вот там трансформируется нечто третье но по сути тогда получается что когда доминирует какой-то из них да то в каком-то смысле женщина страдает да то она считает что она там не знаю практически никуда не выходит нигде не бывает что она погрязла в домашней рутине то ей обладевает страх что она делает карьеру или где-то во внешнем мире и что да вот там может быть как-то заброшен дом или отношения вот мне кажется что это такая важная внутренняя работа и скорее всего у мужчины тоже есть некие задачи да вот как совместить в себе в браке мужских вопросов мы знаем тоже очень много огромное количество стереотипов полигамный мужчина или моногамный там зачем мужчине брак и абузы это нужно ли быть как можно дольше холостым захомутали ли его да и так далее да тоже есть очень много таких проекций да ну и если в них покопаться наверное там есть некая такая истина да откуда они собственно разделись да это тоже некий дух который мужчине в партнерских отношениях да нужно найти какую-то гармонию как с ним совладеть и найти смысл да зачем это все потому что зачастую брак превращается в такое вот не знаю мытарство что ли да некую абузу так бывает так зачастую но не этим ли объясняется то неуклонно увеличивающееся количество разводов и то как сегодня люди предполагают свои отношения строить то есть если раньше скажем там не знаю наши даже наши родители это не такое далекое прошлое будем говорить считалось что брак это ну гражданский брак было такое понятие в советском союзе свободные отношения это было исключение но сегодня это уже так как правило а у нас скажем на западе диком вот в соединенных штатах в частности так это вообще даже и не вопрос в этом не стоит а как хочешь так и делай то есть наоборот считается ну как что притереться надо вот такое мнение сегодня поэтому надо как притереться чтобы не узаканивать отношения надо пожить вместе пару лет опять же в те времена ведические я даже вот посещая Индию я ну это совсем недавно ну несколько лет я не знаю но до сих пор я был свидетелем когда молодые люди у них должна была быть свадьба встречались в присутствии своих родителей то есть уже как бы свадьба вот 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 уже а тем не менее мы сидели там где-то в ресторане просто пригласили и там было с его стороны его родители с ее стороны ее родители то есть присутствие родителей все вот такие встречи происходят у нас это все по другому так что происходит все таки это вы считаете как надо идти с с этим временем там вот веяние этого времени все там быстро все там резко все там понравился не понравился сегодня там одна завтра другая или один другой и так далее все это очень просто как вы считаете я считаю что что есть такие слова Горбищакова они мне лично очень нравятся я считаю что он так точно высказался некоторые женятся некоторые так мне кажется такая емкая фраза действительно кто-то стремится свои отношения как-то вот оформить какие-то брачные узы кто-то наоборот их избегает если брать какую-то такую историческую основу да брак ну по крайней мере вот я говорю там из той местности в которой я живу да то русский язык он зачастую подсказывает да как бы вот такую суть какого-то события и свадьба это свада божество которое соединяет два рода это был действительно такой очень ответственный поступок поэтому к нему готовились это было ритуально это было непросто это один род объединялся с другим в земном и небесном таком сакральном смысле слова поэтому это выбор очень много чего значил и вот как-то я была тут в феврале по-моему в Петербурге вот на графическом музее и там прекрасная экспозиция в которой как раз тоже как-то уделено место свадебному обряду и это как-то вот утеряно почти что у нас невеста по-прежнему выходит в белом замуж но вот исторически в славянском браке это белое одеяние это был саван в котором невеста умирала для своего рода для своей семьи потому что как бы да она переходила в семью мужа и это был первый день наряда а остальные последующие дни да когда она ну как бы скажем тогда вот в таком метафорическом смысле умерла она возрождалась и наряд свадебный был алого цвета очень красивое алое платье которое вот несколько там дней второй третий день свадьбы она надевала и это было про то что она возрождалась со страстью с кровью с жизнью да готовая жить ну такая символика обряда в котором мне просто кажется что содержится тоже некое такое сообщение да вот ну про брачные узы про что это да на самом деле но в мегаполисе мне кажется современный брак ему тяжело нести такую функцию на себе такое значение и кто-то действительно складывает отношения вот как они складываются для кого-то браком являются неоформленные отношения которые тоже есть да какие-то еще другие да такие наполняющие внутренние то есть получается что это как бы вопрос который приходится решать самому да по большому счету ну вот что наверное важно сказать вот как психолог я считаю что действительно некая оформленность брака то что называют штампом в паспорте да вот у нас просили да как-то с иронией да зачастую но она все-таки тоже несет такую символичность в этой символичности про то что я всю энергию которая у меня есть буду оставлять в этих отношениях да вот как бы символичность в этом и наверное для этого да вот такой современный ритуал да вот как бы демонстрация себе партнера да что моя энергия она будет вложена в эти отношения и я не буду больше да как бы там не знаю быть в смятении или выбирать какие-то еще да я попробую именно эти ну такой вот способ на мой взгляд ну вот не в этом ли как раз таки и таится корень всех проблем пар каких-то потому что ну такие простые легкие условно отношения они ни к чему не обязывающие они ничего не ведут партнеры меняются просто так вот как в хороводе и потом сложно но время то идет и потом уже находится человек попадает то состояние когда он смотрит ну как все таки все таки все таки должна быть комбинация должна быть гармония в чем-то то есть имеется ввиду что не зря создана в природе не зря создана свыше о том что должна быть повторяя гармония инь я небо земля мужчина женщина день ночь если человек один то никакими скажем связями случайными как это принято говорить или я знаю периодическими постоянными это все равно нельзя заменить тем более что сегодня этот человек проводит большую часть на работе он и так дома то не бывает а приходит домой и если нету рядом человека который уже половинка то вот этого человека тогда довольно сложно идет какая-то внутренняя вот дисгармония и человек начинает попадать в какие-то ну так скажем ситуации из которых он ищет выход с помощью в том числе психологов вот из вашего опыта это случается это как вы видите это за последние годы вашей работы психологом чаще я просто уточни много чаще вот такие ситуации когда к вам обращаются люди чем это было раньше еще раз мы сейчас говорим о том что узаконены скажем там штампом как вы сами сказали печатью это одно а вот люди которые обращаются к вам и которые вот не имеют таких штампов а вот просто вот живут и живут конечно обращаются люди и со штампами и без скажем так и и те кто со штампами те кто без штампов приходят обычно в такие моменты когда они находятся в каких-то эмоциональных затруднениях они похожи практически идентичны и если это первый год брака обычно очень много конфликтов да потому что ну как бы такое узнавание друг друга оно все-таки посредством конфликтов зачастую происходит там такое сближение что ли и если это какие-то последующие годы иногда теряется какой-то смысл да или сложно продолжать сложившиеся отношения и потому что может быть действительно теряется какой-то свой внутренний смысл этих отношений и он должен быть как будто заново обретен потому что к психологу все-таки мне кажется на мой взгляд да люди приходят не для того чтобы он дал совет хотя зачастую они об этом спрашивают но на мой взгляд против советов психолога они всегда протестуют внутренне потому что приходят они не за этим приходят они потому что либо действительно сложный момент и нужен какой-то свидетель да этого момента ну да свидетель того что я проживаю непростые времена или или нужен попутчик нужен попутчик с которым пройти какой-то там не знаю сложный участок дороги возможно да тот с кем можно говорить о своих страхах о том как страшно здесь идти в том числе да то есть некая живая душа да рядом иногда через психолога у нас просто есть возможность попасть в какой-то свой внутренний мир да как-то вот очутиться внутри себя как ни странно посредством другого человека поэтому когда люди приходят с такими сложностями иногда они просто проходят какой-то сложный этап в жизни и им важно чтобы кто-то рядом действительно мог это увидеть и подтвердить да что они например с ним справляются или в разговоре они находят да какие-то нам предположим новые пути но те кто приходят безусловно вот вызывают у меня большое уважение да потому что обратиться за помощью к другому человеку какой бы она ни была да обратиться за свидетельствами таким да вот к другому живому человеку да о том что я прохожу нечто сложное и у меня нет решения это непросто но в любом случае это символизирует то что я придаю значение что это важно для меня я готов вкладывать энергию да в свою жизнь в события которые в ней происходят в людей которые рядом со мной да то есть я как бы нелегкомыслен в ней да скажем так но юнк считал что брак это некое такое алхимическое действие и что в браке со штампом или без да потому что как вы знаете сразу что браки да совершаются на небесах в том числе да мы выбираем да какого-то человека да себе партнера и с нами действительно может произойти нечто чудесное то есть вот ну как бы если взять как метафору алхимию в которой да вот путем там совмещения да веществ сплавов и металлов да можно было добыть золото да вещество драгоценное ну вот в браке тоже да посредством друг друга общения друг с другом изменения каких-то качеств узнавания себя да можно получить какое-то внутреннее золото скажем так это кстати вот только что подумала что может быть эти свадьбы которые я не знаю вот кстати в другой культуре есть такие названия или нет да но у нас они серебряные золотые да как такие соответствуют каким-то алхимическим процессом да на таком году да какой-то драгоценный металл добывается да превращается да но я думаю что мы наверное поэтому так интуитивно мы все стремимся к другому человеку к партнеру к какому-то чувству большому и очень боимся да что она в жизни не состоится потому что мы интуитивно понимаем да как много там заложено для нас как много может произойти с нами да посредством этого да да ну хорошо с этим вопросом будем считать мы более-менее разобрались но вот с правами и обязанностями это сложнее вот начали мы как раз таки с того я вам задавал вопросы не лежит ли причина конфликтных ситуаций в том что скажем так каждый из нас берет на себя какую-то роль которую ему ну не нужно брать полагая так что ну вот сегодня у меня то есть такое право то есть забывает об обязанностях которые все-таки главнее а вот впереди стоят права то есть равноправие равноправие и вот женщина сегодня равноправна поэтому и уже нету матриархата патриархата есть берхатные какие-то отношения такие вот странные ну есть тенденция к таким отношениям то есть нету еще есть только есть только тенденция да огромная да ну хорошо а как а как вы считаете допустим женщина в социуме политик женщина в социуме ну мы об этом говорили в прошлый раз тоже это это свойственно женщине это время такое у нас или это ну выбор каждого человека и нельзя за убирать у него этот выбор и критиковать ее в данном случае женщину за это критиковать за то что ей хочется быть в политике или не надо критиковать я понимаю я имею ввиду как вы считаете нужно ли женщине быть политиком нужно ли женщины быть лидером нужно ли женщине быть какой-то вот там главой чего-то там не знаю предприятия надо ли не мешает ли это именно каким-то отношениям да ну вы знаете вот если наверное взять какую-то одну конкретную женщину отдельно стоящую ну наверное не мешает если она этим занимается мне кажется что это вот эта ролевая позиция наверное всегда была я думаю что она достаточно развита и очень мы не берем отдельно отдельная личность это пример для подражания если она могла то и я могу и почему я должен должна быть вот где-то под или за я хочу быть впереди и у нас права одинаковые да и штангу я точно тоже могу тягать что почему-то вот как таки в житейских разговорах мы все начинаем придерживаться вот как бы такого резкого гендерного различия хотя если так полистать страницы истории или даже вот так окинуть земной шар на сегодняшний день да то существует огромное количество разных укладов сложных в которых ну которые может быть противоречат нашему взгляду да в которых совершенно не свойственно как нам кажется роль на себя берет женщина или мужчина и там уж не будем племена да в племенной строй какой-то ходить там вообще все непросто да и достаточно сложно и кажется нам некой дикостью да зачастую но мы вот берем одни понятные такие стереотипные отношения да полуевропейские полуставянские полуамериканские да в которых вот есть такое разделение да он ходит на охоту она собирает и не мешает ли ей дома да вот там собирать там заниматься детьми и так далее Вероника простите мы сейчас просто разбираем ситуацию я не выражаю мнения ничьё мы просто разбираем ситуацию как и что да стереотипы они безусловно существуют но только что-то они вот эти стереотипы вылазят наружу последнее буквально время потому что последняя нотка интернет появился и мы начали с помощью интернета находить какие-то примеры вот ну я ещё там ну скажем 25-30 лет тому назад не помню ну я могу ошибаться такого количества женщин политиков как сегодня допустим вот почему это веяние вот это вот истории там время такое у нас с вашей точки мне кажется что во-первых в россии императрица часто была женщина Екатерина это было известным политиком в том числе геополитиком Клеопатра Клеопатра которая тоже так или иначе была политической фигурой ну как бы если заглянуть да вот обернуться назад я думаю что мы можем найти много да примеров может быть там себя женщины так не называли да и но как бы по сути по смыслу они были в политике да так или иначе окей нет проблем то есть вы не видите в этом никаких ну причин для скажем почему внутри семейных отношений существуют вот такие тенденции к тому что если женщина занимает лидерские какие-то позиции тогда у них ну не складываются отношения то есть тут все нормально оно так и вполне может быть да мне кажется что это очень частно на мой взгляд я честно говоря сама таким исследованием не занималась да но вот я про такую тенденцию что вот именно так да ну наверное не слышу я думаю что скорее всего в такой паре да потому что ну в паре мы тоже складываемся по каким-то причинам да наверное мы никогда не увлечемся человеком который нам чужд непонятен не близок чем-то да и нас к нему не влечет и я думаю что в такой паре ну скорее всего да действительно вот у женщины будет возможность проявлять такие качества ну вот наверное мы будем считать более маскулинными да на сегодняшний день а тогда у ее партнера есть возможность проявлять какие-то другие качества да которые может быть да вот ну как бы в другом браке у него не будет возможности проявиться может быть ему не надо будет настолько там быть социально активным или да может быть он с удовольствием будет занимать такую вот роль последователя какого-то да и она будет для него гораздо более гармоничнее почему нет ясно хорошо вероника у нас время нашего эфира уже подходит концу мы с вами я с вами провел приятное время во-первых так сказать смотрю на экран любуюсь день венеры сегодня да и я полагаю так что какие-то у нас будут отклики на нашу программу она на самом деле программа которая затрагивает какие-то темы и в общем-то она к чему-то должна вести к каким-то дискуссиям поэтому мы дорогие друзья призываем вас включиться в обсуждение этих вопросов и с удовольствием пообщаемся для этого в общем-то мы и ведем программы поскольку центр сангейт центр информации и мы не пытаемся никому не навязать никакое мнение вот я задаю вопросы а вероника отвечает и отвечает вполне так сказать корректно находится прямо вот по центру не там не там все в порядке все нормально хорошо спасибо спасибо вам да дорогие друзья мы встретимся опять же на волнах нашего интернет портала радио центра сангейтс в ближайшее время ждите в понедельник у нас будет очень много программ первая программа начинается в восемь ну в девять часов это сколько будет семнадцать часов по москве и дальше каждый час они вот так вот будут идти так что призываем вас слушать наши программы и подписываться на канал интернет портала радио центра сангейтс вероника спасибо вам большое за ваше время и до новых встреч всего доброго до новых встреч до свидания до свидания до новых встреч праздников до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...